Конференция охватывает не только, как обычно, ранние формы, но и местонаспространенные метастатические формы ракомалочной железы. Но перед тем, как открыть, я бы хотел показать несколько слайдов, потому что там, где наибольшее число споров, разногласий, в частности, вот, скажем, следующий слайд. При ранних формах рака молочной железы, вы знаете, что большинство, все-таки, опухоли молочной железы гормонозависимые, значит, с экспрессией рецептов эстрогенов. И вот в этот раз Сан-Антонио были доложены пятилетнего исследования Понтер. Значит, до этого в течение почти 15 лет выполнялся программа Тейлор, выбор лечения под закройку, которая охватывала почти 10 тысяч пациентов без метастазов в лимфоузлах. То есть истинная первая стадия, где сравнивалась одна гормонотерапия с гормонотерапией плюс химиотерапию предварительно. Ну, там оказалось, что немногие пациенты выиграют от химиотерапии, но было очень важно посмотреть, вот в рамках программы Понтер, стоит ли или надо ли пациентов, уже отнесенных к какому-то риску, наличие метастазов в лимфоузлах, шкала риска 25, ну там и менее, надо ли вот этим больным с ограниченным распространением региональным назначать сначала химиотерапию. Эта программа показала, это видно на рисунке, вот левая часть. После пенопаузы никаких отличий улучшения выживаемости благодаря химиотерапии не произошло. А вот в премио на паузе молодых женщин все-таки очевидное улучшение пятилетней выживаемости. Ну, видите, она касалась пяти тысяч женщин, два раза меньше, чем в программе Тейлор. Ну и как бы возникает вопрос, является ли это эффектом химиотерапии, или это вторичный эффект из-за подавления функций яичников с помощью химиотерапии. Но это дело, так сказать, будущего, на Сан-Антонио пока какому-то выводу, заключение не пришли. Ну и очень важно при этом знать, что все-таки вот эти относительно ранние или ранние стадии, они, как правило, не угрожают в первые пять лет, чем они отличаются от других типов, особенно трижды негативного. Там все события развиваются обычно после пяти лет наблюдения. И, конечно, хотелось бы, вот зная колоссальные там результаты от применения ингибиторов циклинозависимых кинеза, обемоциклиба, обемоциклиба, можно ли перенести вот эту схему не на четвертую стадию, а на более раннюю стадию, там, допустим, неодевантное лечение, или даже одевантное лечение. И вот было представлено вот это исследование Монарх-Е или Монарх-Ш, которое показало, что применение дополнительно гормонотерапии препарата обемоциклиб увеличивает выживаемость. Вот как бы альтернатива не химиотерапии проводить, а вот такой вот ингибитор циклинозависимых кинез плюс гормонотерапия. Это да, это так, в общем, тут как бы сомнений нет. Но надо сказать, что вот почти эти же авторы, Джонсон и его компания, и на конференции ЭСМО, тоже в этом, в прошлом году, в октябре месяце 2020 года, показали вот это исследование в сравнении с исследованием ПАЛАС. Там применялся ПАЛБОЦИКЛИБ, тоже формально как бы ранние стадии, но вот они очень широко относятся к ранним стадиям. Все операбельные опухоли, все у них ранние стадии. А есть ранние стадии высокого риска. Так вот это вот в ранних стадиях высокого риска, значит, ну подтверждается эффект применения обемоциклиба, но не подтверждается эффект ПАЛБОЦИКЛИБа. И это как бы странно, потому что при четвертой стадии заболевания эффективность и ПАЛБОЦИКЛИБа, и объемоциклиба было почти одинаковый, отличий не было. И как бы вот это исследование почему-то не упоминалось вообще ПАЛАС, хотя они все время шли параллельно и включали приблизительно одних тех же больных. И здесь очень важно было посмотреть другие программы одевантного применения. Вот в частности, Пенелоп-Би, это Сибила Лойб из Германии докладывала. Но я бы не отнес это вот только чисто к одевантному лечению, потому что это были пациентами с резидуальными опухолями, остаточными после неодевантной химиотерапии. Но применялся препарат в одеванте. Как видите, отличий-то пока нет. Сроки наблюдения там от двух до пяти лет. Но надо сказать, что вот в этом исследовании много распространенных опухолей, формально отнесенных, но изначально-то они были не ранними, почти неоперабельными. И если оценивать исследование ПАЛЛАС и исследование Монархе, то, конечно, два года наблюдения для гормонозависимых опухолей – это не показатели. То есть надо ждать от пятилетних и более показателей, чтобы убедиться, надо ли назначать в одеванте какие-либо ингибиторы, в частности, ингибиторы циклинозависимых киназ. И вот здесь уже тоже гормонозависимые, тоже лиминальные опухоли. Это было исследование, которое под названием «Контесса» проводят американцы. Вот включили нас с Петром Владимировичем, мы тоже там соучаствуем. И что интересно, что важно, что эти пациенты, несмотря на формально гормонозависимость, не получали гормонотерапию, они получали химиотерапию сначала токсанами. А дальше рандомизация, вот новая форма, то есть это оксел, это уже оральная форма токсанов, плюс-минус капицитабин в такой почти метрономной дозе. Оказалось, все-таки вот даже предлеченные пациенты, гормонозависимые опухоли, получают выигрыш от вот такой терапии комбинированной. И что очень важно, здесь вот этого слайда нет, что пациенты с метастазами в головной мозг также были чувствительны вот такой терапии. Я думаю, что этот препарат будет дальше развиваться. Ну и поскольку я сказал, значит, мы берем крайнюю ситуацию, или очень благоприятные изначально гормонозависимые, а с другой стороны, чрезвычайно агрессивные, трижды негативные опухоли. Конечно, Сан-Антони коснулся, в том числе и иммуноторапии этих опухолей. И как бы подтвердилось, это уже докладывалось, но еще раз, что вот, допустим, исследование, импажил 130, то, что вот показано, явное улучшение выживаемости от добавления отезодиозубава к токсанам, на пактитоксалу. Но почти такое же исследование, с которым вот участвовал наш институт, и мы, импажин 131, совершенно исказило ситуацию. Там достоверных отличий выживаемости нет. Докладываемый в Сан-Антонио, в два если, кенот 335, четвертая стадия, там тоже преимущество добавления отезодиозубава. И кенот, это уже неодевантное, тоже явное преимущество добавления ингибиторов ПДЛ-1 отезодиозубава. Но вот наше исследование, условно наше, это вместе с итальянцами, ну, здесь первые, вот первые, так сказать, годы наблюдения, или там первые месяцы, не показало существенных отличий достижения полного регресса опухоли. Но как выяснилось, когда вот сейчас уже профессионально оценили два с половиной там уже года, видно, что вот только в группе пациентов, где есть экспрессия ПДЛ-1 и плюс экспрессия внутри опухолевых и мезенхимальных или тилз, там можно ожидать существенный эффект применения отезодиозубава. Если уже при первой биопсии на втором курсе химиотерапии видно, что клеточность опухоли явно уменьшается почти к нулю, вот у этих пациентов заметное преимущество вот этих препаратов. Ну, я говорю, потому что будут доклады, так сказать, чтобы сразу настроиться. Ну, и там, конечно, еще большие доклады по циркулирующим опухолям клеткам, это очень важно. Там, где они исчезают в химиотерапии исследования, там выживаемость мыши, но это отдельная тема. И разрешите мне перейти уже к самой программе Евгения Ивановича Минитов. Что нужно знать о молекулярно-генетическом исследовании рака молодочного в 21-м году? Пожалуйста, Евгений Иванович.